Афганистан. Боль нашей памяти. Под таким названием 15 февраля в городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В зале собрались те, кто прошел горнило локальных войн, родственники и близкие не вернувшихся домой бойцов, представлявших интересы своей страны там, где того требовали обстоятельства, школьники и студенты, жители Славянского района. Всех, кто волей судьбы побывал в Афганистане, вспоминают 15 февраля. Именно в этот день были выведены последние военные части Советской армии из сопредельного государства. Это день памяти всех россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Обращаясь к собравшимся, глава Славянского района Роман Синеговский выразил признательность родителям воинов, павших в локальных войнах, за воспитание настоящих мужчин. Сегодня вы, уважаемые ветераны, демонстрируете мужество и сплоченность, помогаете словом и делом солдатам и офицерам, прошедшим через гордила войны, сотрудничаете с органами государственной власти и местного самоуправления. Вы активно участвуете в военно-потребительстве в воспитании молодежи. На встречах со школьниками и студентами рассказываете о службе, о подвигах своих друзей. Старайтесь отнести до каждого подростка, насколько важно быть готовым к защите нашей Родины. Более 300 жителей Славянского района принимали участие в военных конфликтах в Афганистане, Египте, Анголе, Вьетнаме, Алжире и других горячих точках. Среди прошедших войну в Афганистане и Сергей Бурбыко. Служил, как служили все, говорит Сергей. Ходил на боевые задания, одним словом, выполнял интернациональный долг. Это день, значит, то, что закончилась девятилетняя война, где, я считаю, что мы ушли победителями, сражались за свою страну, выполняли свой интернациональный долг, который нам, в котором нас воспитали еще в тех традициях. Поэтому, считаю, что это день победы. Наш праздник, наш день победы. Я хочу всех поздравить, боевых товарищей с этим днем, поздравить всем крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи. В самой южной провинции Афганистана Джалабад пришлось также служить и Николаю Горнову. За боевые операции десантно-штурмовую бригаду, в которой он служил, наградили орденом Ленина. Вместе с ним служили три героя Советского Союза. Этого высокого звания они были удостоены посмертно. Я от всей души поздравляю афганцев, воинов-интернационалистов с 25-летием вывода советских войск из Афганистана. Дай Бог им здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть эта боль и страдания, которые они вынесли в годы, проведенные в Афганистане, останутся в их памяти. А мы постараемся свой боевой опыт, свои семейные и жизненные, как бы сказать, опыт передать молодому поколению. За вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения всем воинам-интернационалистам были вручены грамоты, а тех, кто не вернулся из Афганистана, почтили минутой молчания. После торжественного мероприятия в парке 40-летия победы города Славенска на Кубани состоялось возложение цветов к вечному огню и стене с именами погибших тех, кто с честью нес знамя защитников Отечества и был до конца верен воинской присяге. Тина Капачевская, Георгий Калинин, программа «События».